Так, всех я сейчас опять микрофон выключаю Денис, кстати, чат-бот, интересная тема Потом можно еще поговорить Давай Так, я сейчас, мне сейчас Сначала надо лишний И что такое? Поговорим тогда, это уже Ну что, начинаем? Сейчас, секунду, секунду, секунду Секунду, я сейчас хочу чат Начат Что-то я не делал Так, сейчас я не пойму Так, я всех замутил Включай микрофон свой Буду следить за звуком Слева микрофон нажимаем Прием, прием Все, отлично Отлично Значит, у нас сегодня 27 августа Можно начинать Да, можно начинать Мы сегодня, наверное, будем, в принципе, так же действовать Всем доброго вечера, во-первых Всех рада видеть в этот понедельный вечер Понедельничный У нас, наверное, сегодня будет все как обычно Формат в виде общения Можете спрашивать Что да как Ну, сегодня, опять, как обычно У нас будет наша тема Про поиск товаров И выбор товаров Ну, и А именно, прибыльных товаров Для продажи по Private Label Меня зовут Эльшер Я являюсь Менеджером проекта AmzEmpire И, конечно же, Amscope Вот мы разрабатываем приложения Обучаем людей И так далее Все вот это вот, скорее всего Вы уже, наверное, знаете нас Виталий и Сергей Однозначно их знаете Занимаюсь поиском Прибыльного Прибыльного товара Для продажи по Private Label Каждый день Можно сказать Ищу какие-то идейки Мы тоже Мы вот ровно точно так же работаем Что-то где-то тестируем Что-то где-то ищем Находим Запопускаем Пробуем И я сегодня буду делиться своим личным опытом В прошлый раз Мы делали примерно то же самое Буду работать в приложениях Amscope Мы их сами разрабатываем Кстати, если вы уже пользуетесь Можете писать нам личные приложения По желанию Мы это все Мы это все читаем Какие-то фишки добавляем Благодаря многим нашим пользователям У нас появились некоторые фишки И эти люди сейчас ими пользуются То есть Приложения, можно сказать, от народа Давайте, наверное, поставим какие-то фильтры И приступим к поиску товаров Чтобы Чтобы экономить наше время Для начала выставим категории В сканере Я обычно выставляю Все там или какие-то определенные В зависимости от какого-то дня Или какого-то интереса Что вам нужно Но сегодня мы можем выставить все И выключить только Что-то вроде Cloudling Shoes and Jewelry Но это обычно Всегда выключаю Industrial Musical Instruments Такие самые, наверное, категории Где только Не интересующие нас товары И практически нету интересующих Выставляем фильтры по нашим товарам Которые Именно экономические фильтры Здесь поставим что-нибудь легенькое В плане того, что мало фильтров Но выставим Очень такие жесткие довольно фильтры Чтобы выходили какие-то более-менее интересные товары Они уже заезженные Как это в принципе бывает То есть выставим цену побольше От 50 Ну и до 100, наверное Цену Сильно не будем Все равно Обрезать Количество продаж Я думаю Всех это интересует От 300 за месяц То есть Это 10 продаж в день Минимальное Количество отзывов Максимальное 10 Опять же Такой Очень-очень малоконкурентный товар Рейтинг Минимальный 4 Наверное Выставим Чтобы не было ниже Чтобы товар был качественный Меньше всяческих надувных изделий С которыми всегда проблема И рейтинг Крпиар Выставим его 100 Люди скорее всего знают Что это такое Рейтинг Крпиар Вот это Ревеню Перревью Я думаю Виталий Наверное Может Рассказать Что это Он Очень хорошо Объясняет В этом плане Да Это наша личная фишка Поэтому Виталий В принципе Придумал Поэтому Я думаю Было бы Логично В двух словах Если рассказывать Вообще Было бы интересно Слушать Тут в чате Можно писать Правильно Нужно ли рассказывать Много ли людей Не в курсе Поставьте что-нибудь В чате Напишите Клюсик Например Тогда будет У меня понятно Только не вижу Там Чат 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 Что-то происходит Да Есть активность В чате Где-то Клюсик Есть Хорошо Здесь только мы сидим 27 человек ботов 27 В любом случае Рассказывай Плюсы пошли Пилетели плюсики Может только Это задержка Хорошо РПР По сути Это метрика Которая Объясняет Показывает Вам Насколько Конкуренент Тен товар И в целом Ниша Грубо говоря Это мы берем И делим Количество Оборотки Месячной На отзыв Таким образом Мы получаем Сколько На один отзыв Приходится Месяц Оборота Конкретного товара То есть Грубо говоря Если товар Делает 5000 Оборот в месяц И у него Всего один отзыв То его РПР Будет 5000 На один Один Если у него Например Два отзыва И он делает Те же 5000 В месяц Оборота То у него РПР Будет 2500 Если у него Больше отзывов То РПР Будет меньше 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 В итоге Если у товара Много отзывов И он зарабатывает В месяц Не такое большое Количество Оборачивает В месяц Денег Как например Относительно Количества Его отзывов То у него Будет очень маленький Низкий РПР И это будет Говорить о том Что В ниши Спрос Не такой большой А конкуренция Высокая То есть Спрос Реально Уже все Раздербанили Там сильные Продавцы Эту нишу И если Преобладая Товары У которых РПР Меньше 100 Это значит Что в этой нише Реально Уже такие Серьезные Акулы Или спрос Уже просто Ну интерес Пропал У рынка На этой ниши Бывает такое С трендами Товары В какой-то Период Они могут быть Там нереальный РПР Все зелененькое А потом В какой-то Период Все красное То есть Реально Рынок Просто Иссох Истощен Надоел Тренд людям Они все ушли Конкуренция Осталась Высокая За счет того Что до этого Были высокие Продажи Грубо говоря Надо смотреть На РПР И вот Первое Это на всю нишу То есть Вы спускаете Инструмент Например На скок Хром И смотрите Как там Вообще На всю нишу На первую выдачу Краницы В принципе Насколько Много Таких продавцов В которых РПР Больше 100 Или меньше 100 И это вам Резко даст понимание Того Насколько Сложная Ниша А также Вы можете Смотреть На индивидуальные Продукты Конкретно Выше Твоих Отряд То есть Брать Оборот Поделить На отзывы Получается Смотреть Больше 100 Или меньше 100 Больше 100 Всегда Хороший признак Чем больше Эта цифра Тем лучше Это говорит о том Что Редактор Вообще Имеет Небольшое количество Отзывов Зарабатывает Уже Очень хорошо Раньше Когда очень популярны Были все Вот эти Раздачи И запуски Сейчас они Менее Популярны Потому что Амазон все Жестче и жестче Прикрывает Все вот эти Возможности И дыры Раньше Можно было Легко ошибиться Потому что Многие ребята Спускались В какой-то Период времени Они делали Массовые Раздачи Чтобы Пробустить Себя Как следует И таких Было очень много Был распространен Этот способ Раздачи И они могли Попадать В эти Топы Быстро И тем самым Путать Нас Потому что Мы считаем Что у них Супер РТР Мы Думаем Вот здесь Самый раз Заходить В эту Нишу А может Быть Так Что они Просто Временно Запускаются А потом Сбиваются Ноль И заканчиваются Их Вот этого Промо Скажем так Раскруточные Действия Сейчас Конечно же Проще И можно Больше Доверять РТР Но в целом Конечно же Можно тоже Подключать Задрой Смысл И смотреть На товары Которые Толго Толго Впустились Там у них Ноль отзывов И у них Какие-то Невероятно Высокие Цифры Относительно Скажем Других Продавцов Этой Ниш Которые Уже Давно Подают То есть Крысу Какие-то Действия По Раскрутке И Не стоит Сильно Не стоит Себя Обманывать Здесь Это Пиар Может Именно Искусственно Разбуд За счет Раздачи Но в общем И в целом Эта Метрика Позволяет Очень быстро Вам Я бы хотел Добавить Как пользователь По поводу RPR Во-первых Достаточно Просто Объяснить RPR Соотношение Отзывов Продажи И Слабое место RPR Всегда было Это Фиктивный Отзыв Потому что Мы можем Мы понимаем Есть огромное Количество Ниш Где просто Все склеено Наляпано Что угодно Смержено У нас Получается Фиктивные Вот эти Вот вещи Вот Но Я лично Как бы там Не был А вот этот RPR Воспринимаю Как дополнительный Хороший Костный Показатель Дополнительный Просто Их там Есть десятки Вот Это один Из таких Хороших Положительных Костных Показателей Который Мне Если красным Горит Я понимаю Ну там Делать нечего Пускай они Наклеены Там Пускай они Там Что-то с ними Произошло Но в любом случае Мне будет тяжело А если зелененьким Соответственно Я вижу Что Как бы Зеленый Светофор Есть смысл Проанализировать И не тратить Свое время То есть Есть смысл Потратить Свое время Вот именно На зелененьких Я зашел Я зашел Посмотрел Чьи там Себе Галку поставил На следующий день Зашел Там Оказывается Всех Расклеили Сейчас Все склеились Опять Все красно Ну я понимаю Что там Ниша Опять Нездоровая Если Галочку Постав Дальше Пошел Таких Ниш огромное Количество Особенно Там Где Большие Продажи Ну вот Из-за этого Воспринимается Действительно Здраво Это Нормальный Показатель Но это Не панацея От всех То есть Вы посмотрели Все зеленое Иначе надо брать Да Очень хорошее Дополнение Денис Так есть Это Всего лишь Одна из метрик Которые Вы должны Взвешивать Доболнять К своему Финальному Я тебе Еще тогда Когда говорил В программе Просто Мне кажется Достаточно Без цифр Вот эти 100 70 Вот эти цифры Я никогда В жизни Не смотрел Просто смотрел Зелененький Красненький Зелененький Может быть Там Даже Третий Цвет Добавить Но это Уже Какой Светофор Получит То есть Это Вполне Ну Может быть Ну Вот я Говорю Ну Видимо Потому что Я говорю Это Опять Время Мне Надо Воспринимать Мозг Выстраивать Знаешь Вот это Хорошо Плохо Там Насколько Хорошо То есть Из-за Этого Никогда Я В плане Пользования И в программе Вам За Скопи Вы Сделали Средние Продажи В день Как-то Неудобно И Не выделили Это Самая Главная Цифра Для Меня Лично Она Как-то Это Столбик Там Выделить Или Побольше Покрупнее Делать И Как-то Это Немножко Интересно Да Потому что Работа Неудобна Поехали Дальше А Такой Вопрос Денис Ты Вот Когда Смотришь На Средние Продажи Ты Смотришь В День Да Мне Только В День Интересно Но Это Чисто Привычка Это Уже Я Это Знаешь Как Мозг Работает Просто У кого Как Кто Складывает На Пальцах Кто Умножает Трехзначные Цифры Все По-разному Это Делают Мне Очень Удобно Я Практически Там Я Не Знаю С Первых Месяцев Работал Так И Мне Это Удобно Не Пользуюсь Не Просто Удобно В День Я Не Понимаю Почему Нельзя В Программе Это Установить По Желанию То 30 День Поставить Эти Цифры Ну Просто Поставил Количество Дней Например А может Кому Неделю Я Не Знаю Считает Математика Вот Удобнее Вот Мне Удобно В День Да Хорошо Предлагаю Продолжить Запомни Пожалуйста Что Когда Подойдем К Анскоп Хрому Чтобы Уделить Внимание И Детальнее Показать На примере Именно Вот Эти ARPR Ниши И Как Это Выглядит Все Зеленое Красное И так далее Да Потому что Если Кто-то Не знаком То Сейчас Весь Наш Разговор Будет Такой Дымовой Завесой Не Показывает Пример Да Хорошо Тогда Уделю Внимание ARPR И Количество Продаж Именно В День Это Все Покажем Давайте Мы Продолжим Выставлять Наши Фильтры В принципе Я уже Все Выставил И все Что я Хотел Еще Добавить Только Поставить Галочку Напротив Amazon И No Seller То есть Это значит Что На данном Листинге На любом Из этих Листингов Не будет Показано Вообще Seller То есть Если Кто-то Скрыл Там Например Если Это Скрыл Amazon Поищем У нас Фильтры Очень Жесткие В принципе Поэтому Можно Посмотреть Что У нас Получилось Флешки Это Ясное Дело Уже Проходим Wireless Connectors Все Проходим Это Такое Сами Понимаете Конечно Если Работаете Такое Очень Очевидно Что Флешки Продавать Мы Будем Вряд Ли Поэтому Давайте Просто Посмотрим Что Прилюч Внимание Будет Вообще Притягивать Вот Jail Camera Но Камера Понятное Дело Тоже Скорее Всего Нет Что Такое Вот Интересненькое Вот Очень Много Кстати Вот Эти Сейчас Делают AirBud Я Даже Не Знаю Как Они Борются Против Этого Патента Apple Очень Странно Мне На Сам Деле Инвось Скорее Всего Возможно Да Я Тебе Говорю Я Торгую Обычными Товарами И Срок Моих Листингов Часто Доходит До Месяца Бывает Два Три Месяца Работа Не Более Постоянно Рестарты 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 Из-за Этого Не Удивлю Что Здесь Та Самая История А Если Через FBM Работает То Вообще Так Вот Смотрите Какой Телескоп Интересный Ну Вот Кстати По Телескоп Он Вроде Выглядит Не Очень Сложно Но В целом Конечно Что Такое Вот Уже Спорт Товары Пошли Обычно Все Майки Майки Одежды Какие-то Да Какие-то Strongpass Саундбары Саундбары Это Длинная Длинный Саундбар Что у него По Показателям 70 долларов Довольно-таки Дорогой Кстати В какой-то Домашний Кинотеатр Может быть 13% 5 отзывов Рейтинг 5.0 Рейтинг 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 Такой Привлек Внимание Вообще Необычно Сейчас Эти колонки Кстати Были в моде Уже Очень длительное Время Вообще В целом То есть Эти Блютуз Колонки Которые Были Очень Такой Весьма Трендовый Товар Был Но Такие Длинные Это Скорее Всего Что-то Новенькое Даже Интересно Стало Выделим Ключевое Слово Сразу Посмотрим На Ниши Чтобы Экономить Время Саундбар Так Он Длинный Саундбар Давайте Покороче Потом Посмотрим Наша Ниша Да Ниша Наша Вот Они Все Довольно Такие Интересные Такие Выглядят Мне Даже Нравится И Запустим Посмотрим Что У нас Творится В нише Вот Кстати Тот Самый Рейтинг РПР Который Мы Сегодня Говорили Вначале То есть Можно Даже Упорядочить И увидеть Здесь Кстати Довольно Так Неплохо Это Сразу Видно То есть Вот Вся Первая Страница Которая Влезает Вот Сюда То есть Первая Часть Она Вся Зеленая И С Огромными Цифрами То есть На Пять Отзывов Продает Четыре День То есть Скорее Всего Это Не Наш Но Пац Например Такая Ж Раздача Кус Такие Дорогие Толеры Обычно Раздача Тяжело Потому Что Прикроется Сильно Входить Достаточно Много С маленьким Количеством Отзывов Соответственно Это уже Система Два И более Система Да Это Показывает Что Спонсор Дэкс Уже Дают Продажи Можно Два Три Дня Поставить Просто На Вначале То есть Очень Маленькое Количество Отзыв И люди Продают По рекламе Не по рекламе То есть Здесь Реально Продавать Без Большого Количества Отзывов Нет Без Большого Отзыва Это Как раз Скорее Всего Небольшое Количество Отзывов Показатель Как раз Работа Именно С Трафиком То есть Это Рекламная Раздача Ну Сейчас Я не знаю Конечно Купоны Кто-то Раздает Я просто Не знаю Я не раздаю И огромное Количество Людей Работ Просто По рекламе Ну Как Классический Бизнес Привез продукт Тут Даже Раздача Не Да Зачем Просто Они 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 Не нужны Просто Я не знаю Вообще Зачем Раздавать Просто Ну Да Да Просто Это Все Бесплатно Иди Раздай Да Вот Это На самом деле Очень Хорошо Одно Дело Реклама Бит У меня Будет 1,5 Долларов Стоит Правильно И Тут Раздача Эта штука Будет В себе Стоимость Баксов Тридцать Небось Стоит Я считаю Там Могу Спокойно Но В том То И Дело Короче То есть Прям Мне нравится Продук Интересно Да Интересно Конечно же Электроник И Вроде Нету Чего Такого Сложного Конечно же Это Электроника У Электроники Есть Плюс Постоянно Выходит Новая Модель Да И Вот Это Вот Именно Есть И Здесь Нет Каких Там Экранчиков Очень Сложных Знаете Там Всяких Там Сенсорных Экранов И так Далее То есть Здесь Простой Пульт В принципе Это Видно Довольно Таки Да И Это Просто Колонка Которая Ну Делает Какой-то Звук То есть Нет Каких Скринов Или Ещё Чего То Которое Будет Очень 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 Сложно Что Средние Показатели Понише Все Говорят Вот Средние Показатели Да Сейчас Мы Это Все Разберем Сейчас Мы Именно Про Конкуренцию Нашу Говорили Да Меня Немножко Напрягает Нижняя Нижняя Часть Первой Страницы Прям По-жесткому Прям Такой Плотно Идет А сверху Как-то Странно Вот То есть Я бы Два Три Дня Дал На Этот Толар Да Да Они Идут Стройками Многие То есть Походу Вот Так В отстраничек Попали За счет Того Что По Качеству Они Очень Ну Или Они Давно Торгуют Скорее Более Правильно Сказать Да Давно Торгуют Возможно Выровнялся Их товар По статистике За счет Долгого Продаж Что На самом Деле Не Очень Качественный Да Ну В любом Случай Как Мы Сейчас Об Этому Говорим Что Любому Товару Надо Время Отстояться То есть Посмотрели Отложили Продаж Они Делают 10 20 12 Просто Отзывов Набили Очень Ну Понятно Я говорю Провержник Которых Очень Мало Отзывов И Которые Этим Занимаются То есть В любом Случай Там Небольшое Количество Отзывов Там 6 5 4 Там Даже 46 Небольшое Количество Отзывов Да Да В принципе Выглядит Так Что Можно Заглянуть Да И реклама Спонсор Тоже Хороший Показатель Когда В рекламе Есть Стабильный Продат Да Выглядит Это Перспективно Конечно Это Первый Такой Звоночек Положительный Это Нам Все Здесь Видимо Понравилось Все Уже С этим Согласились Так Давайте Наверное По Средним Показателям Пойдемся То есть Наверное Такие Показатели Которые Уравняют Всех Начальных Продавцов Всех Продолжительных Дальнейшних 25 за День То есть Именно В день Уже Об этом Говорили Что У нас Приложение Показывает В день Возможно Мы И сделаем Скорее Всего Сделаем Так Что Можно Будет Переключать Между Днями Между Месяцем Кому Как Это Удобно Уже Писали Пару Раз Лучше За Месяц Мы Думаем Что В день Денис Тоже В день Поэтому Скорее Все Приключал Что Было Еще Более Удобнее И По Количеству Продаж 25 за День Это Очень Хороший Показатель В количестве Денег Здесь Все Понятно То Это Количество Оборотки И Средняя Цена 131 Доллар Ну Как То Очень Довольно Прыгает Здесь 280 Какие Там Более Крутые Более Дешевые Востребованы Новые Модели Пошли По Более Дешевой Цене Из-за Этого Они Востребованы Есть Какая То Возможность Роста Конкурирования Можно Что Покопать Где То Выделиться Именно В этом Есть Очень Большой Плюс И Среднее Количество Отзывов Конечно Оно Здесь Большое Но Мы Видим Что Это Из-за Нижней Части Из-за Того Что Здесь Старые Продавцы Есть Но Как Мне Кажется Например Если Рейтинг Вот Этот В принципе Даже Выглядит Наверное 46 Отзывов Это Уже Довольно Показательное В отличие От Этих Где 3 5 Я Вряд ли Купил С Очень Таким Низким Рейтингом Это Как Айфон 10 Да Амазон Бэсикс И Кстати Ихни Товары Не Очень Выделяются Качеством Скажем Так Но Они На цену Большой Упор Делают У них Самая Основной Цена Но Даже Здесь Смотрите 100 Доллар Ну Опять Электроника Там Может Быть Что Что Угодно Поэтому Конечно Можно Это Дальше Смотреть Вот Я Хотел Здесь По Видите Daily Sales Немножко Примято К Прайсам То Даже У Ревью Хороший Столбик Ну То Цифры Прочитаем Удобно А у Daily Sales Немножко Просто Как То Из Прайс Видите Как Это Кривовато Цифры Идут Да Можем Вообще Даже И по Центру Наверное Поставить Ну Или По Центру Или Каким То Цветом Выделить Потому Что Это Реально Самое Главное Наши Цифры Они Как Так Кутся Немножко Мне Неудобно Когда Она Поменялась Я Начинаю Привыкать Но Мне Немножко Мы Зажирним Это Будет Видно Да И По Центру Спасибо Всех Пожелания Принимается Предлагаю Кстати ППшку Заполнить Для этого Да Давайте Начинаем Уже Сразу Видно Что Он Очень Классенький Интересный Давайте Наверное Перенесем Данные Наши У нас Есть Такой Документ Который Мы В конце Видео Расшарим И Вы Сможете Наверное Пользоваться Если У кого То Нет Потому Что Кто Это Делает Прямо В Калькуляторе Или Еще Да Мы Сейчас Все Это Сделано Перейдем На Алибаба Найдем Примерно Такую Колонку Хочу Сказать Что У нас Сегодня Примерно Вычисление Ниши У нас Нет Глубокого Бизнес Плана Нужно Отслеживать Мы Сейчас Ищем Только Эти Товары Которые Могут В итоге Оказаться Перспективными То есть Это Такая Быстрая Работа Которую Делаешь В день Уже Несколько Товарчиков А потом Всех Отслеживаешь И с Какими Ты Продолжаешь Какие Ты Отлетают То есть Это Самое Мейн Что Наверное Делают Все Поэтому Упор Будет Именно На Этот Давайте Вот Именно Нашу Наверное Голоночку Посмотрим На Внешний Вид И Примерно Такой Попробуем Накопать Я думаю Здесь Сейчас Будет Очень Много Поэтому Мы Будем Опять Примерно Искать У нас Нет Очень Много Времени Чтобы Прям Идентичную Накопать Как Алишер Ищет На Алибабе Эту Колоночку Своей Два Цента Добавлю Если Вы Забьете Сам Бар В Google Trend То Увидите Что На Новый Год В Забьем Кликнули Вот По Кнопке Перехода Запустили Опять Что То Подождали Пока Страница Прогрузится Запустили Посмотрели 12 Продаж В день Здесь Всего Лишь Есть И Количество Отзывов 7 И Можно Перейти В Тренд Допустим У нас Быстрая Кнопка И Она Забивает Вот Эти Ключевые Слова Но В основном Это Отсюда Взяли Посмотрели Нишу Перешли Выделили Именно Америку Да Вот Америку Выделяем И За 5 Лет Там Раз Бум Все Смотрим Что У нас Видно Что Товар Продается Зимой Видимо Какие-то Подарки Вот Это Именно Подарочный Такой Товар Офигенно Продается Зимой Кто-то Покупает Всем Своей Семь Семь И Как Раз Вот Красивый Трендик Конечно На Таком Товаре Можно На праздник Как Нормально Навариться Да И Забыть Мне Про Полгода Столько Пустошицев По-любому Да Перед Новым Годом Залили Все Быстренько Раскупили Срубили Да Прилепили Прилепили 200 отзывов Прилепили Да Два Месяца Поработали Фух Скинул Слился Дальше Ну Главное Теперь Маржу Считать Просто найти подходящий Ну да Все работают по-разному Это нормально У меня есть друзья Которые Таким образом Работают Да Вот именно Трендовые Такие люди Которые Именно Только На них Чтобы Очень быстро Продать Выйти из этого Заработать Вообще денег Да И много Таких товаров Просто нужна Техника И стратегия И все Да Так Google Трендс Это уходит Давайте Вернемся К нашим баранам И посмотрим Вот Наша колоночка Опять же Кажется Там на первой странице Было очень много Таких Разве нет Плюс-минус Да Они похожи Таких Причем Отличие 36 Инчей 36 Дюймов Я думаю Ты можешь Это Кстати Вот Новый товар Мне больше нравится Вот Им 2018 Это Тоже Говорит О том Что Что Такое Более Современное То есть Опять Бар По центру Ну Давайте Вот Это Выберем Ради Интереса Они Все Плюс-минус Похожи Надо Размер Убедиться Там 36 Инчей Ну Давайте Еще Документы Поменьше Может Вон Там Он 55 Сенци 50 Сколько У него Там На Картинке Дименш На Картинке Дименш Тоже Да 55 СМ Так Давайте Посмотрим 55 СМ Ну Вот 21 Да Все Верно Здесь 36 Да Он Значительно Меньше Поэтому Посмотрим Другой Да Так 2.1 Давайте Посмотрим 36 36 Инч 36 Инч Так 91 СМ Отпрос Да 36 Был Все Верно Все Верно Сейчас Посмотрим Что-то Именно Еще Более Похоже Докопаемся До Этого Это Важно Здесь На Сам Деле В Этой С На Сам Деле Предлагаю Вписать В Поиски 90 СМ Саундбар Да Давайте Проблемы Надо Характерически Понимать Технические Данные Понимаются Много Какие колонки Количество Колонок Не обязательно Только Размеры Там Много Всяких Моментов Это 32 Детали Мы Сейчас Больше Показываем Быстро Да Быстро Анализ Естественно Мы Сейчас Не будем Углевляться Во все Вот Эти Детали Но Общую Концепцию принцип понять не сможете на примере да именно вот быстрый поиску на же самое главное то что это экономия времени потому что очень многие работают например после работы или выходные дни я очень много знаю людей которые работают именно так это если кто-то тоже только начинает они конечно же не могут начали бросить работу поэтому именно для них вот эта вот фишка будет наверное самая полезная и для всех других которые будут наверно что хоть потому что дальше то же самое но для профессионалов кому много товаров да вот если много товаров в принципе точно также только целыми днями тут очень много накидали там штук 100 все и дальше уже проверять что-то отлетает и в итоге у вас этот выигрывает остается что-то 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 где уже можно что-то делать то есть вот мы накопали примерно точно такой же 36 37 ничего это не 32 доллара 35 вот в целом 32 доллара можно наверное записать это это себестоимость у нас 30 32 доллара и мы сделаем все 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 так есть так мы сделаем так сейчас более детальной а-та-та-та-та-та-та сейчас наш колоночку накопаем возьмем на ее вот мы спонсор там рекламе цена на этом то а видимо он и в офис не хочет подружать интересно нужно будет разобраться так 13 долларов интересно давайте продолжим туда чепус да это ниша не что-то опять поменяли вот вообще проблема этого амазона что они писали что меня это наши прогера уже устали с ним бороться да давайте здесь короче забьем разберемся с этим расходы все по порядку на ключевое слово цена продажи 70 долларов немножко начали тормозить поэтому нужно немножко нажать расходы на шиппинг опять же осмотрим вес товара его размер и я примерно на опыте накидать кто будет стоит это наверно товар лучше морем слайд он очень длинный почти метр в длину то есть там 96 см а 91 см что тут тут то тут то до 33 паунда на море так 33 паунда без килограммов посмотрим это где-то два два килограммов плюс плюс минус это полтора но там объемный вес за счет объемный вес и за скорее всего будет около 2кг можно брать 2кг это с запасом и почитать да плюс он такой длинный вроде тоненький поэтому в нем не будет наверно такого очень большого объема и это доллар килограмм я думаю так на всякий случай можно поставить этот один но опять же страшного расходы у нас есть здесь мы не будем высчитывать процентами здесь у нас формула высчитывает процентами так что вытащим более точно вот им 13 68 все в одной колонке на 13 68 так маржа 16 процентов у нас в итоге получается на этом товарчике прогнозируемое количество продаж все изначально подлится так тем продаж в день вот он делал прибыль месяц так я правильно помню что у нас здесь подсчитывалось да такой вопрос сколько ты процентов поставил я выставил точно число потому что у нас здесь есть так тринадцать шестьдесят восемь да 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 именно так не слышно у нас это чуть микрофон говорю точное число зависит от цены продажи так что если ты поставил здесь точное число значит ты должен писать цены продажи точно так уж или просто 20 процентов я проверил там реально 20 процентов от 20 до 22 процентов в электронике дешевле относится всем известно давайте поставим тогда сразу процентики так 4 ну да 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 вот там были 13 38 то есть 14 одно этаж урочи так прогнозируемое количество подожди я думаю можно увеличить больше семи процентов уже всем это совсем минимум старт а как думаю таким образом потенциал ну давайте точно такой же вот возьмем 12 так 12 день считаем здесь у нас здесь была раньше формулой почему-то я удалил по своей дуростью из-за старого из своих старых товаров количество продаж тем я знаю как сделать это еще быстрее чтобы не париться комплектация вариаций здесь мы заполняем все наши вариации которые могут быть то есть там мы доложим что-то еще там ну здесь вряд ли конечно что-то будет но надо почитать опять же все уже негативные отзывы какие-то я думаю что тут не стоит об этом сейчас говорить это уже выглядаешь но это больше остановится на прибыль в месяц это же ключевая поломка и ее нужно объяснить грубо говоря вот запуская такой товар мы можем посчитывать на такую прибыль в месяц при таком небольшом количестве продаж да верни пожалуйста документ потому что мы его исполняли и сейчас по нему поговорим пора подробнее вот 4000 прибыли в месяц это с 12 продаж а то тип вот такой минимум который мы при небольшом количестве отзыва на основе что же если да кстати 12 что же если продаж у нас будет 30 как это поменять картину для вас кстати в этом документе мы учитываем также к пися расходу 15 процентов конечно берем от маржи выявлено на статистике что будет если у нас будет 25 продаж если мы дойдем до среднего нижнего прибыль в месяц давайте посмотрим да давайте посчитаем форму поставим равно умножаем продажи в день умножаем умножение умножение ставим скобочку давай откроем и цена продажи все вот эти вот колонки где себестоимость доставка и мы отнимаем от цены продажи так и теперь это умножаем еще на 30 получается что мы сделали ничего ли мы не забыли мы взяли стишку продажи в день цели точнее цену продажи отняли от нее себестоимость скобкин так взяли продажи в день отняли сколько будет числе прибыли умножим на 30 ставишь мне кажется чем забыли ну вот это что-то значит не сделали не так потому что мы не применяем продажи у нас прибыль осталось 7900 300 продаж занял то есть 12 вот если 30 у нас 12 у нас здесь почти 8000 прибыль получилась до этого было скопировано почему-то 4000 в нашем случае что-то не досчитает получается кстати у нас есть надпрофит 11 можно это умножать 1150 умножать просто на количество продаж в день и на 30 да там все правильно у нас здесь ошибка давай это удаляем просто поменяем быстро формулу на другую давай умножаем прибыль на профит вон у нас есть полон там уже вычитана прибыль и умножай просто на прогнозированное количество продаж в день и на 30 еще на 30 так вот получили ту же цифру теперь все сошлось теперь давай из 12 продаж на 30 на меня какая-то но если такая же хорошая перспектива то в принципе так и будет виталий у вас там микрофон все сработали спасибо а лишь на у меня вопрос а сколько надо проинвестировать денег чтобы зарабатывать так но давайте посчитаем там если закуп у нас будет то есть если 30 мы будем продавать в день то есть 30 дней 900 штук за месяц но сколько будем закупать это зависит от того сколько мы будем закупать на начальной стадии можно тысячу в принципе это и закупить правильно то есть да 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 фига поэтому можно еще ну сделать меньше то есть вот сколько у нас было двенадцать а например там в день сделаем это так 360 насколько там возьмем если 400 например мы закупим до 400 400 штук это естественно напишем сколько у нас там стоимость так 400 мы умножим на нашу себестоимость да вот я спал чтобы ускорить это все заново это завод если мы там будем 400 так и оставляем цена продажи у нас там 70 долларов была стоимость партии так 400 штук сколько мы стоим либо бы 32 32 расходы на доставку опять же это вот наша у нас был так но полтора-два доллара у нас было правильно 800 долларов там примерно 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 нанесение упаковку это уже конечно же персонально там это нужно уже спрашивать возможно кто-то это делается бесплатно то есть вот эти всяческие наклейки то есть если будем делать конечно же логотип это тоже сюда вот впишем то есть логотипа не будет то понятное дело что это и вот сумма расхода из нашего кармана то есть так очень быстро просчитывать это 13000 с данным товаром но он очень крутой скажем так это вот именно закупка шиппинг и все вот эти первоначальные расходы если уже брать уже дальше попасть то мы конечно же дальше еще произойдет то есть там более точная цифра но у нас времени нету сожалению чуть более точно что искать поэтому плюс-минус вот можно это записать наверно вот здесь 15600 это будет у нас на стартовом давай что я чуть-чуть помогу чуть-чуть давайте но вообще идея такая что если мы планируем продавать 12 юнитов в день допустим то в месяц мы будем продавать ну 300 вот оставь пожалуйста это окошко если мы планируем продавать 12 юнитов в день то в месяц мы будем продавать примерно 360 юнитов но в связи с тем что мы не хотим уйти out of stock и связи с тем что мы посылаем по морю нам нужно будет очень вовремя купить вторую партию вот поэтому тут первую закупку желательно сделать побольше чем 400 единиц ну то есть это на самом деле такой товар куда вход ну скажем так подороже будет и закупать надо ну хотя бы на хотя бы два месяца допустим не сразу понятно мы выйдем на 12 вначале там будет один два пять и первый месяц мы будем раскачиваться и когда увидим что в принципе у нас все идет по плану по нашим как бы модели которую мы спрогнозировали по которой мы будем продавать то нам нам нужно будет вторую партию закупать я бы сказал что здесь ну 600 700 надо в первой партии закупку сделать быстрая математика допустим 700 умножить на 30 сколько 20 32 доллара это двадцать две тысячи долларов вот ну нужно понимать что мы планируем зарабатывать на этом товаре от четырех тысяч в месяц чистой прибыли да то есть разумеется мы возвращаемся инвестиции причем довольно быстро и мы как бы ну собираемся довольно много зарабатывать на этом товаре и что хочу сказать вообще вот этим что ну не самый дешевый товар для запуска но там как мы видели конкуренция очень маленькая именно по этой причине то есть это причина следственной связи туда не могут залезть как люди ну которых немного капитала а тот у кого побольше капитала тому как бы наверное альшер сказал и карты в руки я еще раз хочу добавить этот момент вспомним как прыгнул тренд четвертом квартале ноября декабре для этого товара то есть здесь если мы целимся на праздник то вообще можно не думать о том о пристоках даже просто праздником максимальный сток закупать вот такой товар в принципе ну для тех кто рискует и хочет заработать можно чуть ли не кредит брать под новый год ну выглядит все настолько верняково если конечно не будет подводного камня связанного с патентом или сертификатом или еще каким-то блоком амазона то очень выглядит как верняк для запуска на праздник можно брать большую партию его вернуть потому что мелкие продавцы на праздники как правило вообще вылетают аутов сток достаточно быстро и рынок становится еще более насыщен для тех кто в стоке остается мы это наблюдали со своими товарами помним сами когда даже бестселлеры в праздники вылетали аутов сток на следующий день сразу x2 продажи сразу очень сильно это влияет вообще на всю нишу на весь рынок когда в праздники вылетают аутов сток основные конкуренты но нужно так сказать уметь толерировать риски то есть риски есть но реварды тоже очень большие могут быть если очень грубо говоря очень грубо говоря сюда на праздник можно сотку засунуть и 200 вытащить вот что тут можно сделать вот с этим товаром вопрос есть ли у вас сотка какие у вас насколько вы толерантны к рискам и насколько вы знаете вообще нишу электронику вот это касательно этого товара мне кажется у алишера был запасе еще один или два товара такие поскромнее но наверное у нас просто время уже постепенно выходит да я думаю на самом деле в данной сессии по сути что хотели продемонстрировать что алишка продемонстрировать это в принципе как благодаря при помощи инструментов onscope можно с нуля с пустой головой зайти и откуда-то начать копать разматывать этот кубок который в итоге приведет к каким-то товарным идеям которые выглядят уже изначально перспективными которые можно уже глубже проанализировать используя хром разрешено расширение для анализа и используя технику составления бизнес-плана для того чтобы как-то еще выйти на следующий шаг анализа поиска прибыльного товара для амазона что мы в принципе сейчас сделали продемонстрировали кому этот документ интересен он в принципе уже должен быть при заполнен форму это технические ошибки там все формула стерлись поэшер видимо он перетирал то что он делал сам для предыдущего товара и вместе с ними формула стерл вот если кому-то интересен документ мы можем его скинуть поделиться вот пишите в чате стоит ли нужно ли кому-то да в любом случае нужно будет потому что по опыту это всегда так просто в мероприятии туда закинься на фейсбук рутин я в ютюбе добавлю потом да мы провели вот эту демонстрацию в прямом эфире как говорится нашли первый товар в прямом же эфире делились своими мыслями то есть я считаю что наверное самая ценность в таких лайв поисках это проговаривать ход мыслей каждого из нас потому что у всех у нас уже есть определенный опыт в этом деле и естественно когда мы что-то видим у нас срабатывают какие-то определенные скажем так триггеры и мы на опыте уже сразу комментируем что-то что вы можете перенимать поэтому вижу ценность в таких лайв поисках товара а также демонстрация естественно на целых приложений и если кто-то из вас считает и хочет повторить механику милости просим у вас есть сейчас и шаблон можете его скачивать приложение доступ можете получить сегодня естественно как всегда для всех кто участвовал сделаем скидки и если вы хотите приобретение всегда можете приобрести ссылочки будут сейчас вот это что по этой сессии ребята если есть тип вопрос по выбору товара милости прошу мы здесь сейчас втроем готовы на них ответить не слышно хотел сказать по поводу скидок вот у дениса на хром хрома снашин то есть расширение для браузера вот именно это на него 25 процентов скидок по ссылке дениса вот я эту ссылку скинул в чате и на сканер в нем сейчас здесь полтора процента времени подписки то есть если покупается на месяц получаете полтора месяца ну хотя сказать x полтора вот если покупаете на полгода получаете то есть и так далее вот именно вот такие вот вообще преимущества в этой группе скажем так есть поэтому естественно лицензия покупается один раз и спорты все поддержка обновления их получается по жизни пока действует ну то есть она действует потому потому товару я не советую никому кредиты брали это была шутка я думаю все понимаю вот да как сравнение уверенности что ну неплохой товар я единственно на чем смущает чем более дороги товар идем тем меньше идет конечная маржа все-таки это напрягает есть конечно плюсы что PPC так пропорционально не растет сборы амазона так пропорционально не растут вот здесь конечно попроще когда мы торгуем 10 долларовым товаром у нас фи 30 процентов я не знаю бит от одного до двух долларов спокойно там от полу от полу доллара до двух долларов то есть там больше десяти процентов от стоимости товара то конечно дорогие товары здесь проще по другому надо считать математика своя а по поводу того что праздничный товар и все остальное единственное не забывайте что трафик надо если двигать то ну сентябрь октябрь максимум особенно кто начинает это все новые товары в ноябре уже поздно то есть не надо если морем если море вести закладывать вот по полу подсчета например я могу сказать как я считаю в принципе сейчас секунду выключу что там говорит вам пока всех замучу опять короче по поводу минимальной партии на старте любого товара все достаточно для меня лично просто мы первое планируем тот объем который мы планируем там нишу зашли 30-50 там 30 пускай тире 100 продаж мы планируем получить свои там 40 продаж в среднем соответственно 40 продаж узнаем за сколько производит производитель за сколько можно доставить ну то есть предположим производство чаще всего от двух недель закладываем там предположим три недели 21 день плюс проверка плюс доставка если доставка морем соответственно плюсовывать еще там 30-40 дней если авиа сейчас экспресса как бы нет получается там 10-15 10-15 дней то есть получается 20 плюс 10-15 40 дней где-то примерно 40 дней вы планируете 40 продаж соответственно 40 на 40 1600 штук все если у вас понятно что на старте будет какая-то пауза первые 10 дней скорее всего продаж не будет хотя я говорю все зависит от того как вы агрессивно стартуете соответственно я всегда беру где-то полтора раза больше то есть 1600 вот у меня чаще что получается всегда 2000 2-3 тысячи на старте соответственно соответственно если я готов рисковать тремя тысячами долларов мой бюджет товара должен быть если 2000 по доллару 2000 по 2 доллара 4000 по 10 долларов 20 тысяч по 30 долларов как вот этот товар там 25 25 умножаем на 2050 все люди разные кто-то приходит с пятью тысячами кто-то с 50 тысячами кто торгует на амазоне тем более сейчас проблема с отзывами но одно дело прилепить 5-10 отзывов на товар 100 долларов и другое дело прилепить 200 отзывов на долларовый товар то есть соотношение оборота соотношение затрат на дорогих товарах совсем другие цифры вообще но не надо забывать не надо путать 30 долларов это недорогой товар и 100 долларов продажи он недорогой товар еще дорогие товары в которых 500 долларов в 1000 вот это дорогие и не надо думать что там например вы покупаете товар за доллар серая 3 а в 30 долларов там конкуренция намного ниже она ниже в любом случае но не так значительно нет такого в 10 раз что она меньше потому что такие же средние продавцы которые нахлебались продажи недорогие совсем товары где же супер жесткой конкуренции где маржа там 500 процентов и все остальное они все стремятся свои товары вот как раз психологический барьер закупки примерно ну я торгую товарами сейчас до 10 долларов то есть у меня самые дорогие 10 долларов вот плюс доставка плюс 5-50 ну вот примерно 10 долларов ну то есть 30 долларов для меня нет проблем стартануть 50 вот этот такой уже для меня например достаточно сложно такие деньги соответственно вкидывать ну вот 100 долларов себестоимость и доставка плюс закупка это вот уже серьезные деньги достаточно так что тоже не надо на это расслабляться а то у нас народ считает 30-60 долларов дорогой товар да если для вас там 20 тысяч это большие деньги то для китайцев это не что просто товар вложить я в принципе все если есть у кого вопросы задавайте ребята ответят вот ну в принципе и все не будем затягивать пожалуй но вроде вопросов нет смотрим ну да в принципе все понятно мы все писали довольно подробно да в ютюбе в ютюбе сейчас программку скиньте мне пожалуйста фейсбук я сейчас ее просто добавлю в описание в ютюбе да все спасибо все спасибо спасибо ребят счастливо самый горячий период у нас начинается так что все эти вещи нам пригодятся я думаю так перед новым годом как раз да да главное успеть перевести если хотите сейчас запуститься ничего не затягивать потому что потом будет очень сложно все это бустовать всем удачи всем спасибо тогда пока до скорых встреч что будет новенькое приносите до свидания